МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГРАМАДСКАХ ЖИТЦЯ УСІХ ЛЮДЕЙ НЕЗАЛЕЖНА АДУ ЗРОСТУ, ПОЛУ, СТАНУ ЗДАРОЮЯ, ЭТНИЧНЫЕ ПРЫНАЛЕЖНАСТИ И РЕЛИГИИ. АЛЕКСИН ЦЕРОУ СУСТРЕУСЯ ЗУДЕЛЬНИКАМИ МЕРАПРЫЕМСТВАУ. КОНВЕНЦИЮ ПРАВАХ ЛЮДЕЙ ЗАНВАЛЕДНОСТЮ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕДНАНЫХ НАЦИ ПРЯНЯЛО В ДВЯТЫШЕЙ ШОСТАМ. БЕЛАРУСЬ РАДИФИКОВАЛА ГЭТЫЙ ДОКУМЕНТ У КАСТАЛИЧНИКОВ ГЭТЫГА ГОДАВ. МЕРАПРЯЕМСТВА У ГОМЕЛЕ ПАСОБНОСТЬ АДЪНЫЙ ЗАДЪНЫХ ПЕРШИХ КРОКУ ПАЯГУ ПРАКТЫЧНЫЙ РЕЛИЗАЦИИ. 21-го листопада ГРОДНА, 24-го БРЕСТ И ВОСЬ ТЕПЕР ГОМЕЛЬ. Головная тема акции у нашем областном центре – обмеркование шляхов по остворению громадства ровных махчимостей. Причем размова и диапрозных группах населенства у темлекубеженцах в пыльной ступени Комичина может лечиться прикладом по их адаптации. Те вопросы, которые такие проблемные, это, естественно, адаптация. Адаптация для детей – это школьное образование для взрослых, это трудоустройство, это доступ к медицинскому обслуживанию. Это те вопросы, которые не решаются за один день. И поэтому мы приезжаем сюда регулярно, часто, мониторим ситуацию, обсуждаем с местными властями, как можно разрешить эти вопросы. Один из центральных моментов акции – подписание погоднения по межкировительствам Абр-Вакан-Камба, Организации Объединенных Наций и Международной Организации по Миграции. И оно предуглеживает створение на огомышине с прияльных умов для всех громадян, незалежно от взрослого, пола, стану здоровья, этничной принадлежности и религии. Воплощный час для створения громадства ровных махчимостей уробится шмат, але никто не спрощается. Выкористаны далеко не все махчимостей. У селяки мрази международное сопротивлениество в этих пытаниях не перешкодит. Уже более тысячи людей приняло участие в семинарах в Израиле, которые проводят наши эксперты. И израильские эксперты приезжают сюда, чтобы передать вопыт, передать израильские технологии местным белорусским предпринимателям либо представителям местных органов власти. У рамках кампании «Инклюзивная Беларусь» у Гомеля организованы школа лидерства для жанчин с поборницей по теннису для людей со слабым взроком, спартакиада для инвалидов-колясочников, творчая майстерня и круглый стол по створению безбарьерного сирода для людей с обмежеванными махчимостями. Сегодня только на Гомичине проживая, коля 90 тысяч инвалидов, у тым леку детей. Нельзя сказать, что для их интеграции в громадство ничего не робится. У денег и посаджения кажут, например, о работе социального такси, открытии специальных объектов. В ближайший час будет запущен первый у Гомеля пешеходный переход с лифтом. Для инвалидов выделены особные места на стоянках, уродкованы зручные выходы в громадском транспорте, светлофоры с звуковыми сигналами. Отповедная работа будет протягиваться, и только этими накерунками не обмежуется. Сегодня людям с обмежеванными махчимостями необходимый больше широкий доступ до отримания информации, починающих от створения передач с сурдоперекладами. На Лидской компании есть проект, который называется «Путешествие без границ», который ведет инвалид-колясочник и ведет достаточно успешно. То есть разграничение в том, что это человек с ограниченными возможностями, совершенно не позиционируется, наоборот, воспринимается обществом совершенно в другом ключе. После Гомеля компания «Инклюзивная Беларусь» протягнется у Могилёвия, Витебску и Минску. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, Телерадо «Компания Гомель». Прамысловость и туризм плануются объеднать у Гомельской области. Незвычайный вид туристичных послуг сегодня набирая популярность во всем свете. У Беларуси он пришел недавно. Первые спробы показали. Людей цикавит технологичный процесс. Уже сейчас можно увидеть, как робят алмазы и варят пиво в столичном регионе. А теперь можно доведаться, как собирают комбайны у Гомеля. Одну из первых экскурсий по предприемству «Гомсельмаш» провели для гомельских студентов. Мы готовы сотрудничать. Мы всегда открыты для диалога. Честно вам скажу, мы работаем, скажем, по первому звонку. Если есть такая группа, которая хотела бы нас посетить, ориентир мы делаем на то, чтобы сформировать, во-первых, представление о том, что сегодня представляет из себя холдинг «Гомсельмаш». Холдинг «Гомсельмаш» – это более 14 тысяч работников. И многие даже не знают о том, что на сегодняшний день производит холдинг «Гомсельмаш». Промысловый туризм – это еще и способ рекламовать продукцию. Зараз идут перемоги с турагентствами по включению «Гомсельмаша» у туристичные маршруты. У планах надать экскурсиям форму квеста и включить у программу тест-драйв на комбайне. До других тем. Сегодня у Беларуси завершается в Осинский призыв во Узбройные силы. С Гомерской области у военной части накерованы 1760 человек. Наши корреспонденты наведали сборный пункт и поцекавилися выниками. 15 листопада отправка во Узбройные силы первой партии. 30-го – завершение призыва. На протягу двух тыднях. Штодионная напруженная праца шматликага коллективу от работников военкоматов до членов медицинских комиссий. Здоровью призывников самая пильная увага. Не глядзяши на то, что усеяны проходили обследование по месту жихарства на областном сборном пункте, некоторых приходилось накеровывать на додатковые проверки у медустановы. Особливо слабым здоровьем вызначаются молодые гамельшане, у которых целый букет захворываний от зруку до скольезу. Хоть и простовники инших регионов так само часто не волоты. Основные вопросы, конечно, это внутренние войска, силы специальных операций и пограничные. Потому что туда требуются с особым физической подготовленностью и состоянием здоровья. К сожалению, Гомельская область, она не славится чересчур большим здоровьем наших призывников. В основном у нас с ограничениями незначительными. А вот без ограничений это, конечно, дефицит призывников. В подознанных областного военкомата колькость молодых людей, які розными способами ухиляются от службы у армии, складая коля 1% а до гульной колькости призывников. Их шукают, знаходят и притягивают до отказности. Звычайно, это штраф у померы до 150 базовых велешинь. В уголе Восинский призыв на Гомельше не пройшел без неких проблем. Правда, накеровать усих военной части, якие знаходятся ближе до дому, не отримливается. Это специфика региона. Такая у нас территориальная основа Гомельской области, что воинских частей в основном нету здесь. Не дислоцированы на территории Гомельской области. В основном воинские части Брестская, Гродненская, Минская область, Витебская область. Олег Шенчаров, Ольга Коновалова, Юген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Даречий военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов сегодня станет гостем интерактивной программы «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Передача выйдет эфир на телеканале «Беларусь-3» у 19.01.20 хвилин. Свое питанье гостю студэй вы можете задать по телефонавши по номеру промога эфиру у Гомелі 77.68.45. Протягуем выпуск. Вядому майстер военно-гисторичной миниатюры Борис Купчина уделится сокретами мастацтва. И он готовы навучить усіх жадаючих стварать своими руками героев фильмов и комиксов. А так само выраблять модели военной техники и архітектурных помнікаў. Студэя фігурно-скульптурной лепкі «Вясёлая пластыка» працюе у картинной галереи Гаурила Вашчанкі. Заняткі наведала наш корреспондент Вероніка Варашыліна. Гэтая юная талінта над своими аутарскими компазіціями працуюць не покладаючу рук. Пластыкам пэнзлі і фарбы основны творчий арсінал дятей. У картинной галереи Гаурила Вашчанкі заняткі со школьніками «Вядзевяддомы» гомельскі майстар военагістарышны миніатюры Барыс Купчынал. Выхованцам студы ёнда памагая раскрыть своя здольнасті, алоуна ўмова, ніяких пирожкот для фантазі і палёту творчысті. Творчыство неограничено, то есть я считаю как прочисто, как врач, главное, не навреди, поэтому я за ними слежу, как, вот, і підтржуваю, і підвожу, паказываю, в общем, іду за ними, по їх, так сказати, за їх творчыскими порывами. Дівчынкі під час занятків створають любимых мультипликаційних і казачних персонажів, хлопчики, частей робі солдатиків і їх арсінал. Діти працюють з пластыка, і гэта матеріел подобна на пластылин, але більш послухмяны. До того ж, предповідній термічній працюцій їм перетворають зу пластмасу. Зараз школьники, сконцентровані над створенням діярам, своєсобливіх малюнічих кутків, де розмістяться їх рукотворні фігурки. У будучі мене навушиться самостійно робити настольні гульни. Так само плануються організувати експозицію їх творчих робот. Тут развивається моторика, то есть мы становимся, руки более ловкі, і плюс, якщо тут делать, можна потім стати скульптором. Це ж хороша робота, скульптор. Я навчился разне ліпити, напрямер, як різри, і іншого, такі тіма. Студія фігурно-сккульптурной ліпки «Вісілая пластыка» протягує набор дітей у своєї творчої рады. Занятки ладяться кожну субботу у картинной галереї «Гаури» і «Лавашчанки». Доведаться більш подробязну інформацію можна потелефонувавши по номерах телефонов, які вы зараз башите на сваїх екранах або на сайті установы. Вероніка Ворошиліна, Валеріга Панько, телерадео «Кампанія Гоміль». І на гэтым наш выпуск завершен. У студії працювала Наталья Ігнаценка. Мы сочим з развіцем падзію Гомілі в області. Заставайтеся з нами. Дякую за перегляд. Дякую. Дякую.